Жизнь в тележке супермаркета. Заводчица собака из Волгограда организовала питомник из того, с чем мы с вами обычно ходим за продуктами. Животные содержатся в клетках-тележках, и это вызывает у многих, конечно же, недовольствие, вообще недоумение. Но громче всех возмущаются не зоозащитники, нет, а сотрудники торговой сети. Тележки-то их и брать они их не разрешали. Ну вот о разгоревшемся конфликте расскажет мой коллега Фёдор Червяков. Вот он, первый в России док-маркет. Неофициальный, самодельный. Для удобства клиентов собаки уже в тележке. Выбирай, оплачивай и выкатывай. Может вы возьмёте? В собачьем деле Светлана новичок. Разводить четвероногих стало впервые. В её питомнике дюжина из ёршерских терьеров и чехла хуа. И у каждой своя тележка из супермаркета. Это не способ никакой содержания. Это тут были предыдущие хозяева, от них остались вот эти тележечки. Я их кормлю в этих тележечках так, чтобы каждый достался порционально. То есть они там не живут у вас? Нет, не живут, но просто чтобы каждый по порции досталось, потому что на улице их покормить так, чтобы каждая съела своё невозможно. После интервью снимаем из-за забора. Миски пусты, а собаки в тележках. В соседнем супермаркете, чья маркировка стоит на тележках, а заводчицы Екатерине узнали недавно. Возмутились награбленным. Тележка – это их собственность. И собираются забрать своё имущество. Надо туда поехать, как-то съездить с этими людьми, побеседовать. Или даже как бы можно даже с полицией, если там приличное количество. Потому что тележка стоит 1800 рублей. А тележек в питомнике более чем на 20 тысяч рублей. Впрочем, в полицию уже ходили соседи Екатерины. Им тоже накладно из-за её любви к собакам. Исходят постоянные лай и скулёж отсюда, неприятные запахи и полнейшая антисанитария. Впрочем, есть тут на окраине Волгограда и те, кто Екатерину поддерживает. Говорят, что собаке им не мешает. Некоторые даже подумывают купить щенка у заводчицы, что и только на руку. Вдруг всё-таки придётся заплатить супермаркету за тележки, которые стали для питомцев временным домом. Фёдор Червяков и Софья Дмитриева. Лайф. Волгоград.